Приветствую вас и думаю каждый специалист скажет вам что делать, даст вам совет в пределах своей компетенции, своих методик, своего подхода. Я советов давать не буду. Ну я считаю это непрофессионально, но могу указать вам с точки зрения психологии проблемные моменты, которые мне показались важными в вашем письме. Вы написали, что у вас были отношения, но почему-то свадьба не заканчивалась. Вот именно это и является школьной проблемой. У вас были отношения, но по каким-то причинам эти отношения у вас расстались. Соответственно, что в этом случае можно и нужно сделать? Во-первых, проанализировать сами отношения, найти общий корень причин расставания. Это и будет тем, что вам потребуется изменить. Возможно потребуется изменить что-то в себе, возможно потребуется переотмышление некоторых своих ценностей, взглядов, идеалов, стремлений, но это будет необходимо для того, чтобы, собственно говоря, обрести семью. Далее. А если это не поможет, то тогда нужно будет проанализировать ваши детско-родительские отношения, потому что очень часто мы воспринимаем образ поведения своих родителей. И получается так, что повторяем те самые ошибки, что и наши родители, в результате чего получаем неудачу. Дальше. У вас может быть также страх близких отношений, страх замущества. Он может быть неосознанным, и поэтому вы подсознательно отталкиваете мысли на себя. Ведь вы живете, как я понял, достаточно независимо, вы живете одна. Одиночество есть независимо и есть как раз таки свободе. И вы, вполне может быть, эту свободу подсознательно боитесь потерять. Тогда нужно опять-таки выяснить, почему вы боитесь эту свободу потерять. Почему вы боитесь чем-то уступить, чем-то уступить своему мужчине, и что по-вашему это принесет вам. Далее вы задаете вопрос. Как стать женой? Вы знаете, хотелось бы, ну первая мысль была немножечко подшутить, но потом я подумал, что вы можете неправильно понять и решил все-таки этого не делать. Если вам будет интересно, если написать мне в личку, я вам это расскажу. Хотя, думаю, догадаться о характере шутки будет не сложно. Не сложно. А так, если говорить серьезно, то для того, чтобы стать женой, ну в первую очередь уметь отдавать. То есть уметь направлять свою энергию на мужчину. Давать ему то, что он хочет. То, что ему нужно. И ставить интересы мужчины, как любимого для вас человека, на первое место. Это самое важное и самое главное условие для того, чтобы стать женой. Ведь жена есть спутница жизни. Сейчас, когда люди очень быстро жениться, очень быстро разводятся, понятно. Понятно, что жена и муж против него претерпевают изменения. Сейчас это скорее означает социальный статус, изменение даже социального статуса. И, наверное, для многих это не свобода. Но на самом деле истинное значение слова «жена», истинное значение слова «супруг» Это означает человек, который всегда и везде во всем. И не нужно думать, не нужно думать, что этого человека нужно искать. То есть искать именно такого, кто стал бы вам спутником жизни. Раз у вас были отношения, значит такого человека вы как минимум находили. Просто вы недостаточно реализовывали себя в этих отношениях, что-то вам не давало. И вот что нужно понять. После чего, думаю, поняв свои ошибки, поняв то, что у вас было неправильно, можно прийти к какому-то решению, скорректировать немножечко злое поведение, понять причины, по которым вы вели себя именно так, а не иначе. Либо устранить, либо поправить эти причины. И все у вас тогда будет хорошо. На этом все, желаю вам удачи, всего доброго. Если понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Если какие-то вопросы остались или захотите со мной поработать, милости прошу в личку, всегда буду рад помочь. Я желаю вам принять верного решения относительно своей дальнейшей жизни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...